За последние десятилетия индустрия детской моды претерпела ряд качественных изменений. И сегодня прилавки брестских магазинов наполнены широким ассортиментом ярких нарядов, обуви, многообразием игрушек, кроваток, колясок. Как правило, ценовая политика довольно разноплановая, а потому каждый приобретает товар, ориентируясь на внешний вид и собственный кошелек. Однако есть в этом процессе, процессе покупки, одна важная составляющая. Качество и безопасность изделия, его соответствие ГОСТам и стандартам, которые имеют все товары, начиная с игрушек и заканчивая кроватками и качелями. На что хочется в первую очередь обратить внимание в детских кроватях, это функциональные размеры. То есть это высота, как бы ограждение, она должна быть 950 миллиметров. И самое главное, это расстояние между вертикальными стойками ограждений. То есть оно должно быть не более 75 миллиметров. Это прямая безопасность функционального размера, которая влияет на то, чтобы ребенок не мог защитить какие-нибудь части тела. То есть прямая безопасность. Также влияет и толщина вот этих вертикальных стойок ограждений. Должна быть диаметр 10 миллиметров и по толщине 10 миллиметров. Специалисты областной инспекции ГОСТандарта регулярно проводят мониторинги объектов, где реализуется детский ассортимент товаров. Особое внимание уделяется одежде первого года жизни. В составе должны быть только натуральные волокна. А вышивки и наклейки аккуратно спрятаны от нежной детской кожи. Что в первую очередь должен посмотреть покупатель – это состав сырья. Они должны быть изготовлены из 100% натуральных материалов. Швы для изделий для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону. Вот как в этом изделии. Это вот изделия для новорожденных. Бельевые – они выполнены на лицевую сторону. Дополнительная доля ответственности к своему товару и учредителей. Ведь покупка, сделанная в детском магазине, должна приносить только радость. Все товары у нас идут сертифицированные. Мы берем товары из первых поставщиков нашей Республики Беларусь и уделяем очень особое внимание. Если же возникли вопросы, имеет ли товар сертификат качества и специальное разрешение на реализацию, покупателю дано полное право попросить эти документы у продавца. Кроме того, проконсультироваться всегда можно, обратившись на сайт областной инспекции госстандарта. Должны быть, конечно, на эти все изделия, детская мебель, на детские игрушки, соответствующие документы, подтверждающие их безопасность. Это сертификаты соответствия регламентам таможенного союза. Поэтому покупателям не стоит стесняться требовать у продавцов наличие этих документов. Прежде чем совершать какие-либо покупки, особенно той продукции, которые попадают под регламент таможенного союза в плане безопасности, стоит обращаться к реестру опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территорию Республики Беларусь. Данный реестр вы можете увидеть на сайте Брестской областной инспекции, в ссылке госстандарт, реестры. И там есть реестры опасной продукции. Уже они сопровождаются и картинками каких-то опасных товаров. Поэтому я думаю, это делать необходимо.